Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. Вышел новый влог. Национальное таджикское блюдо с домашней лапшой. В начале ролика нам Дуню показывают. Ну, кто-то же там просил в комментариях, показывайте Дуню. Тогда, когда, помните, Сафари говорил, о, Дуня идет, идет. Вот она шла по полу, он ее не снимал, потому что, ну, понятное дело, что там бардак, да, и никто не пылесосит и не подметает. Поэтому он и не показал. И сейчас отчитались. Дуню показали. Уралочка там повесила несколько кусочков курицы на стол, чтобы Дуня со стола поела. Вот так вот. Ну, и, значит, национальное блюдо она готовит с домашней лапшой. Вернее, сафар будет готовить. По сути, сама Уралочка и готовила. Что там сафар сделал? Практически ничего. Везде она всунула свой нос. Значит, раскатывает тесто на воде, яйцах и масло туда добавляет. Ребят, никогда не добавляю в домашнюю лапшу ни воду, ни масло, просто яйца и соль. Это и есть домашняя лапша. Когда-то моя бабушка так готовила, так готовила мама, так готовлю я. Да. Ну, у Ралочки свои рецепты. Она вечно что-нибудь свое добавит. И это уже точно не по рецепту. А это, как мы с вами называем, хрючево. Ну, значит, дальше. Дальше она там овощи нарезает, а сафар уже скидывает в сковородку. Параллельно, ребят, читаю комментарии. Смотрю на Ольгу, сколько у нее терпения. Вот попробуй проколотись на этой кухне каждый божий день. Она хоть и говорит, что готовит на два дня. Где же на два дня, когда каждый день готовит? Бедная, все лицо пунцовое. Труд-то нелегкий. Ну, конечно, для Уралочки это и правда нелегкий труд, ребят. Но, блин, что она удивляется, это Валентина Кудрина. Я не понимаю, все женщины готовят каждый день. Или она вообще никогда не готовит. Видимо, Валентина Кудрина у нас еще та лентяйка. Она, видимо, не готовит, не убирает. Раз для нее шок, что Уралочка каждый день стоит у плиты. По-моему, каждая женщина каждый день стоит у плиты и готовит. Так смешно Уралочка сидит, нарезает мясо и рассуждает, что атала, лагман, и они между собой похожи, но все равно разные, как будто, слушайте, она ценитель и что-то понимает в кухне Таджикистана. Дальше Уралочка нам рассказывает, что меняться она не собирается, то есть речь свою менять. Как говорит, так и будет говорить. Ну, потому что, говорит, если мы уж будем думать, как надо сказать, это будем не мы. Да, лучше быть неграмотными тупицами колхозными, нежели грамотными. И рассказывает, что читала с Абдугани Серебряная копытца. Уралочка, нам почитай Серебряная копытца, нам будет интересно. Помнится мне, сказки ты читала. Так вот, не мешает почитать не только Серебряная копытца, ну и другие какие-нибудь книги, да, значит. И, говорит, там проскальзывают словечки уральские, говорит. Такие же, говорит, как говорю я. И такая довольная, ребят, это просто капец. Абдугани, значит, у них читает. Там по плану аленький цветочек, что-то там ещё. Ребят, что он может читать, скажите, если он абсолютно не понимает русский язык? Как может ребёнок читать такие сказки, если он не знает русского языка? За тот месяц, который он побыл у них, он уже выучил русский язык и может читать вполне такие вот серьёзные произведения, большие. Сказку, говорит, мы посмотрели. Теперь читает. Я в шоке, Уралочка, что ты несёшь? И опять, да, дверь закрыта, Дуня не может туда попасть, потому что он читает, он занят. Ребят, насколько это всё смешно слушать, вот эту вот ложь и обман. Дальше Уралочка рассказывала, что она читала сказку двоим. Получается, Уралочка читала. Не Абдугани, а Уралочка. И слушал с открытым ртом сафарик. Уралочка, вот и читай ему на ночь сказки. Глядишь, засыпать будет быстрее. Хотя вряд ли он там засыпает у тебя. Ему, наверное, есть где засыпать. Короче, ребят, это какой-то концерт. Уралочка читает сафару сказки. Уралочка рассказывает, да, что Абдугани вот всё понимает, якобы, как Уралочка читает и о чём в сказке. Говорит, мы читаем, разбираем, на вопросы отвечаем. Ребят, правда, ну, даже могла бы уже и не говорить такую чушь. Я ещё понимаю, если бы она сказала, что вот изучаем слова там какие-то, ну, по картинкам, это я могла бы понять. Но сказку, это же произведенье. Это не маленькое произведенье. И он понимает. Я понимаю, если бы он по телевизору посмотрел сказку, там мультик, ну, без разницы. И там, да, там можно понять. Но книжку читает, это уже перебор. Вот, Уралка, ты уже, ну, что-то как-то переборщила, да, с этим чтением, с этими сказками. Не выдумывай, не сочиняй. То, что ты там сафарику читаешь, так да, читай, Уралочка, читай сафарику. Ему полезно будет почитать книжки, да, а то совсем беда. У тебя совсем с мужем беда. Если у тебя уже он заостряет внимание, что коты деревья насилуют, то это уже совсем беда. Это какой-то ужас. Это капец. Котик какой-то. Котик деревья насилует. Котёнок. Я в шоке, ребят. Даже Уралка, по-моему, была в шоке и не знала уже, как отмазать его. Говорит, нет, он просто там рыл землю. Ребят, это же надо всё сравнивать с каким-то ужасом. И все у него не даё и не дотра. А сам только и думает об одном. То Казанова ему страшно взять в руки, то кабачки у него сравниваются понятно с чем, то морковка. Ужас какой-то. Уралочка, кому ты нас там отправляла? Расскажи-ка, пожалуйста, кому? Психиатру, да? Срочно-срочно. Так вот, дорогуша, веди своего милого срочно к сексопатологу, потому что это уже беда во всём. И видеть понятно, что. Ужас, ребят. И это кто у нас там не даё и не дотра? Все у него почему-то. Но сам посмотрите, что несёт. Ужас, ребят, я в шоке. Котик изнасиловал дерево. Это уму непостижимо. Это просто уму непостижимо. Хотела, вы знаете, обсудить и это блюдо, которое они там накошеварили, а бы чего. Но знаете, вот как услышала про этого котёнка, мне подурнело. Вот честное слово, ребят. Правда, мне подурнело. Уралка, садись, бери книжку со сказками, садись и читай ему сказки. Может, хоть как успокоительное будет. И для Абдугани полезно будет, и для Сафарика. Потому что это уже совсем просто-напросто никуда не годится. А то нас к психиатру. Ну, сами посмотрите, чё несут на публику. И ещё и Уралка заявляет. Ой, мы как говорим, так и будем говорить. Никто нас не исправит. Раз тебя никто не исправит, срочно, срочно, просто срочным образом займись своим мужем, чтобы не было беды. А то он спит и видит одно и то же в своих снах. Это какая-то просто, ребят, озабоченность. Это просто озабоченность. Человеку, чего не достаёт, то он и мелет. И это уже страшно становится, ребят. Правда, это уже страшно. То вазелин, помните, это вообще шок, ребят, про вазелин, да? Приезжай, я тебя с вазелином жду. Это вообще дичь. Здесь котик деревья насилует. Казанову в руки не возьму. Я прям боюсь, потому что представляю, что беру в руки. А я же мужик. Тьфу на тебя, блин. Ужас. Одна мерзость изо рта льётся. Кошмар какой-то, ребят. Простите, что вот эмоции, но уже просто невозможно. Уже просто перебор. И все, главное, не дотра и не даё. А посмотрите, что сам несёт. В общем, ребят, всё остальное из этого видеоролика мы обсудим позже. Пока я прям даже не могу его досмотреть до конца. Вот честно, да? Когда вот услышала вот такую вот чушь, плюс ещё эти сказки, которые Абдугани читает, сам сидит, читает сказки. Ребят, это просто невозможно. Невозможно слушать. И невозможно на свои уши цеплять эту лапшу, которую они там несут. Короче, ребят, ну, пока у меня всё. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные, и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok